Ортопеды региона сделали принципиальный шаг вперед. Доктора Коми Республиканской больницы отработали инновационную технику по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов. После таких операций пациенты возвращаются к нормальной жизни без сильных болей. Правда, ГТО на золотой значок сдать не получится, но привычная двигательная активность восстанавливается полностью. Репортаж Виктории Палкиной. Сегодня далеко не во всех больницах страны проводят такие операции. Просто не каждый доктор решится на это дело. Нашим ортопедам профессионализма хватило. И жители республики уже на себе испытали плюсы таких смелых инновационных решений. В свои 52 Вениамин Михайлов утверждает, хуже, чем больные колени, в жизни быть ничего не может. Водитель со стажем терпел до последнего. На приеме ортопеда стало ясно, без операции не обойтись. В итоге сыктывкарец решился и не пожалел. Теперь вместо коленного сустава у него протез. Бывало, что такое, что домой нельзя сказать, что на колени приползаешь, но боли адские. Но я надеюсь, что этого не будет у меня. Я общался с людьми, которые делали операции на сустав. И ходят без проблем сейчас. Легко, свободно, как молодость. Пациенту Михайлову сустав заменили полностью. Колено было слишком изношено. Но есть и такие пациенты. Кому ортопеды Коми Республиканской больницы теперь могут проводить менее травматичные операции. Ставят полупротезы только на пораженный участок. Сохраняют здоровую костную ткань. А значит и шансы на успешное быстрое выздоровление увеличиваются. Это позволяет пациентам реабилитироваться быстрее, пользоваться меньшим количеством обезболивающих препаратов. Но самое главное все-таки это не сроки реабилитации, а именно травматичность операции, которая снижается за счет уменьшения кровопотери. Одномущелковое протезирование практически никогда не требует, например, замещения крови и переливания донорской крови нашим пациентам. Если раньше своей очереди на бесплатное эндопротезирование коленных суставов жители Коми ждали больше двух лет, то теперь не более трех месяцев. Взялись ортопеды региона из-за усовершенствования операций по замене тазобедренных суставов. Кроме эндопротезирования коленного сустава, здесь еще у нас проводится операция на тазобедренный сустав, замена порядка 150 операций в год с различной патологией. Чаще всего это простой коксартроз, как мы здесь видим, на рентгенограммах, идиопатические так называемые, которые возникают от эксплуатации бедра. Кроме этого, операции проводятся при дисплазиях различных, переломах шейки бедра, это возрастные пациенты. Пациентов после эндопротезирования ждет сложный курс реабилитации. Специалисты этого профиля на вес золота. Поэтому здесь очень ждут выпуска студентов-целевиков, полных сил и энергии.